Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим настройку программы PS-Fone, а также работу с этой программой. Запускаем. У нас открывается окно программы. Первым делом необходимо настроить подключение. Выводим данные, которые предоставляет нам SIP Provider. Имя, сервер и прокси-сервер. Также вводим пароль. Нажимаем ОК и принять. Видим, подключение установлено. На данный момент подключение работает только на исходящие вызовы. Чтобы настроить исходящие вызовы, переходим в раздел «Звонки», «Исходящие правила» и добавляем новое. Линия — это у нас сервер. Прокси-сервер не изменяется. Имя пользователя — это ID. Применяем. ОК. Теперь, если мы совершаем исходящий вызов, то у нас начинается вызов. Сбрасываем. Соответственно, мы можем получить входящий вызов. Далее. У нас возможна интеграция с программой «Учет клиентов». Открываем программу «Учет клиентов». У нас есть клиенты, карточку которых мы хотим открывать при входящем звонке. То есть, по номеру телефона определяется клиент, если он есть в базе, и предлагается сразу информация о нем во время звонка. Возьмем тестового клиента в поле «Телефон». Укажем номер телефона. ОК. Теперь в программе настроим синхронизацию с базой данных. Делается это следующим образом. Устанавливается галочка «Интеграция с программой». И выбирается таблица, из которой будет браться информация о клиенте. Это TBL Main. TBL Main — это таблица клиентов в программе «Учет клиентов». Поле, с которым будет сравниваться номер телефона. Это у нас поле «Телефон». А также поля, которые будут выводиться в качестве информации на страничке звонка. Введя эту информацию, получаем входящий звонок. Видим, номер определился. И мы можем ответить. При ответе открывается карточка клиента, который звонил. Следующий шаг — это вызов клиента через PSFone из программы «Учет клиентов». В поле «Телефон» — свойства этого поля. Сделаем ссылку на программу. И укажем путь до программы с названием самой программы. PSFone.exe Далее, через пробел укажем в угловых скобках имя поля «Телефон». Нажимаем «Окей». Имя поля — это внутреннее имя поля «Телефон». «Окей». У нашего тестового клиента уже установлен какой-то номер. Нажимаем «Вызов». Видим, в программе PSFone начинается вызов этого клиента. Сейчас рассмотрим режим работы АТС. Если мы выставляем галочку «АТС», то программа PSFone будет работать как автосекретарь. Для того, чтобы настроить его, заходим в меню «Настройки», вкладка «Автосекретарь». Здесь есть возможность установить музыку приветствия, либо какую-то аудиозапись с расширением WAV. Сейчас установлена стандартная мелодия. Можно ее прослушать. Если программа включена в режиме «Автосекретарь», стоит галочка в режимах «Автосекретарь» или «АТС», тогда при звонке клиент будет попадать на мелодию приветствия. Прослушав мелодию приветствия, он может нажать ту или иную клавишу. Для того, чтобы назначить действие на нажатие клавиш, в меню «Опции» можно выбрать одну из следующих функций. Перевод вызова, завершение вызова и повтор приветствия. Например, на 0 мы можем назначить повтор приветствия. На 1 мы можем назначить перевод вызова на какой-то номер. Например, на сотовый номер сотрудника или на городской номер. Либо на внутренний, например, 600. А на циферку 2 мы можем назначить какой-то сотовый. В таком случае, если сейчас позвонит клиент, то он попадет на автосекретаря, услышит вось произведение мелодии и при нажатии на кнопку 1 попадет на внутренний номер с номером 600, а при нажатии на кнопку 2 попадет на мобильный телефон одного из сотрудников. Также, можно во время разговора перевести человека на автосекретаря. Как это работает? Во время разговора с человеком, если мы получаем входящий вызов, отвечаем на него. Есть кнопка перевода разговора на автосекретарь. Нажимаем, и человек слышит мелодию автосекретаря, и при нажатии на кнопку будет попадать на того или иного человека и сотрудника. Также возможен перевод во время разговора. Если мы ответили на телефон, мы можем указать номер, на который хотим перевести, и нажать кнопку перевода разговора. Вызов будет переведен на внутренний номер 600. Стоит сказать, что в программе есть три линии. Первая, вторая и третья. Что это за линии? Линии это одновременно возможные разговоры. Если у нас приходит вызов, мы отвечаем на него, то мы можем разговор поставить на удержание. Видим вызов на удержание. И у звонящего будет воспроизводиться мелодия по умолчанию. В это время мы можем набрать какой-то другой номер. Например, внутренний номер. А потом вернуться к разговору. Либо перевести человека на какой-то номер. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok